Ну а рядовые белорусы на неделе имели возможность насладиться гала-концертом с участием ведущих мастеров искусств Казахстана. В рамках творческого сотрудничества между нашими странами стартовали Дни культуры Казахстана в Беларуси. Музыкальное многообразие показали рок-музыканты, этнические ансамбли, оперные и эстрадные исполнители. В их числе Роза Рымбаева, ее называют Соловей Средней Азии, Казахская Примадонна и Золотой Голос. На советской эстраде она соперничала с Аллой Пугачевой и Софией Ротару. Программа «Неделя» взяла эксклюзивное интервью у народной артистки Казахстана. Мой коллега Игорь Позняк поинтересовался у нее, бывает ли вокал сильнее политики. Роза Куанышина, я оригинальным не буду. Вы, я позволю назвать вас себя Розой, в прямом переносном смысле, поэтому подарю вам эти прекрасные розы. Спасибо. Мы вас приветствуем на белорусской земле. Спасибо, я очень рада. Пожалуйста, присаживайтесь. Роза Куанышина, вас как только не называют. И Примадонна Средней Азии, Золотой Голос Казахстана. Но это слишком. Ну, примитивно, к вам слишком не бывает ведь. Вот сложно сегодня выдерживать вот эту невероятную конкуренцию с огромным количеством то зажигающихся, то тухнущих звезд. Но вы-то для нас звезда еще вот из того, из Советского Союза. Да, с той эпохи. Дело в том, что те певцы, которые однажды завоевали сердца зрителей, я думаю, они останутся, пусть даже сегодня они активны, но они со своими песнями и своими образами все равно остаются надолго в памяти зрителей, слушателей. Я про себя могу сказать, что я никогда не останавливалась. Я уже на протяжении 40 лет активно поющий, гастролирующий певец. Я, конечно, в основном пою у себя последние годы, потому что мы как отделились все-таки стали уже... Разбежались по национальным квартирам? Да, да, да. И в основном мои гастроли проходят очень много и активно у себя в Казахстане. Но когда есть приглашение, я лечу. В советское время патриотическая песня. Она всегда от души артиста исходила? Или невозможно было стать звездой, не имея в репертуаре патриотическую песню? И вообще вот в энциклопедии я даже прочитал, что Роза Рымбаева стала звездой после исполнения песни «Алия». Это потому что она была патриотическая. Дело в том, что мне тогда было 18 лет. Это была моя первая песня. У меня много песен-то не было в репертуаре. И по условиям конкурса, песня, патриотическая песня советских авторов, она как раз соответствовала. Я с этой песней как раз и вышла на сцену. И первая моя песня, которая меня принесла успех, из которой меня признала всесоюзная публика уже. А вот действительно, посмотрите, вот в советское время ваша песня «Алия» знаменитая. Наша белорусская, беловежская пуща тоже патриотическая, которую даже в Америке пели наши песни. А белый айс летит. Белый айс летит, тоже патриотическая. Вам не кажется, что вот сегодня не хватает патриотических песен? И даже может быть вопрос не в том, что кажется, не кажется, их объективно не хватает. А почему? Потому что нет вот этой обязаловки уже? Дело не в патриотизме. Я думаю, что все-таки зависит от музыки. Беловежская пуща и белый айс, и Алия, они красивейшие песни. Мало того, что мелодии, богатая гармония, но еще и текстом. Потому что это всех объединяло. Это патриотизм, любовь к родине. И совершенно по-другому ведь тогда это воспринималось. Многие, я знаю, что залы стоя воспринимали. И ваши песни, и белый айс, и пущу стоя воспринимали. А вспомните знаменитые слезы родниной подсоветский гимн на Олимпиаде. Да, да. Вот скажите, а что нужно сделать, чтобы у нынешнего поколения чувство патриотизма тоже вот где-то оттуда, от глубины сходило? Здесь дело в песне, дело во времени, не знаю, дело там в воспитании, в интернете. Вот в чем, скажите? Просто дело в том, что в свое время экран советский, это телевидение, это было общим. Если где-то в Москве, где-то на Олимпиаде делались такие концерты, это считалось это общим достоянием. Это общая, большая, для всех одна программа. Это автоматически смотрели и в Караганде, и в Минске, и в Москве. Знаете, центральное телевидение для нас это было самое главное. Потом уже наше телевидение, потом уже областной эфир. Сейчас каждое телевидение по-своему, в общем, показывает свои передачи, свою музыку, свои традиции. Немножко как-то размельчали, наверное. Поэтому не так, в общем-то, воспринимается. Все равно очень много телевизионных каналов. Мы все сейчас не обязательно смотреть свое телевидение. Мы в мировом масштабе уже смотрим. Мы уже смотрим на мировых звезд, не только на наших. Поэтому такая вот уже общая какая-то была тенденция. Смотреть уже в мировой уровень. Вы ярый противник фонограммы. Почему? Ведь вся нынешняя эстрада, по-моему, только на этом и построена. А по-другому и быть не может. Конечно, телевизионные концерты, они, естественно, снимаются в основном под фонограмму ради качества. Но сам артист должен всегда желать петь сегодня, сейчас, для вас, лично, своим голосом выражать те чувства. Только вот по-настоящему, а не под запись фонограммы изображать. Роза Куанышина, это я намекаю на то, что мы вас не отпустим без пары музыкальных фраз для зрителей нашей программы. Как много лет в огне любовь спала, Мне это слово ни о чем не говорило. Любовь таилась в глубине, Она ждала, и вот проснулась, И глаза свои открыла. Браво, мы вас очень любим, И всегда очень ждем здесь, на белорусской земле. Я рада этой встрече. В финале программы по традиции о погоде Октябрь обещает белорусам свой золотой фестиваль, А поддающий листвы. Ближайшие три дня ночью плюс 5-7, Днем около 13 градусов тепла, Возможно, кратковременные дожди. Такими были эти семь дней, Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. Всего доброго!